МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Баку должен осознать, что справедливая реализация прав армянских беженцев, как меч, висит на шее собственного режима. На фотовыставке в Уругвай представлены фотографии вынужденных перемещенных семей Арцаха. На Международной Олимпиаде по прикладной биологии армянская команда завоевала 8 медалей. Еще три представителя Восточной Армении обеспечили свое участие в Олимпийских играх в Париже. Мы всегда должны использовать слова, которые в основном относятся к пересмотру, восстановлению наших прав, территории, идентичности, статуса, культуры и всех элементов, что делают нас нации, которая существовала на протяжении тысячелетий. Об этом на встрече, посвященной к восьмой годовщине ратификации Северского договора, заявил председатель Национального совета Республики Западной Армении Арменак Абрамян. Освобождение территории Арцаха имеет основополагающее значение для восстановления армии Западной Армении. Армии Западной Армении не хватало территории, и эта территория символична с точки зрения сопротивления, и началась с освобождения Шуши. Освободив Арцах, мы смогли восстановить в Шуши Национальный совет Западной Армении, а затем и Армянский легион. Наша приверженность позволила нам освободить территорию и восстановить государство Западной Армении, подчеркнул Арменак Абрамян. Чтобы восстановить и укрепить государство, признанное более чем 20 странами в 1920 году, необходимо было сделать официальное заявление представителей, которые представляли бы Западную Армению по всему миру, восстановив правительство. Абрамян подчеркнул важность создания правительства, которое было развернуто в Ереване и в Шуши, сумев сгруппировать и запустить механизмы восстановления. Мы создали парламент Западной Армении и более 2,5 лет работали над созданием Национальной Конституции. На основании этой Конституции мы избрали первого президента восстановленной Западной Армении. Вы представляете себе весь этот путь и повседневную работу. Продолжение следует. Конгрессмен США Адам Шиев и двухпартийная группа из 47 коллег по Конгрессу в письме госсекретарю Энтону Блинкену призвали Соединенные Штаты во время дальнейших дипломатических контактов с официальными лицами Баку уделить особое внимание защите находящихся под угрозой исчезновения армянского культурного наследия. В письме, в частности, говорится, что после военной атаки Баку на Арцах в сентябре 2023 года уже есть доказательства, что Баку продолжает свою стратегию уничтожения армянской культуры как в регионе, так и за его пределами. Законодатели подчеркнули, гости партамент должен предпринять больше усилий для предотвращения действий Баку. В письме особо подчеркивается систематическое разрушение армянского наследия в Нехадживане в период с 1997 года по 2011 год. Также недавнее разрушение церкви Сурпу-Ванэс-Макартыч города Шуши, также известной как Канаджам. Также отмечается, что Баку часто пытался замыскировать разрушение армянского культурного наследия, называя эти действия восстановлением исторических мест, утверждая, что данные места якобы имеют кавказско-албанское происхождение. Почти 500 армянских объектов культурного наследия подвергаются риску после этнической чистки со стороны Баку-Варцахи, в их числе некоторые из самых древних церквей и монастырей в мире, датируемых IV веком. Хачкары, которые были внесены в ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Церковь Сурпу-Ванэс-Макартыч Канаджам расположена в городе Шуши, на возвышенности западной части плато, откуда видна вся панорама города, видна практически и всех жилых кварталов города. После войны 2020 года церковь была взорвана. Купол и колокольня повреждены. Баку необоснованно отрицая армянскую принадлежность церкви и не принимая прежнюю реконструкцию, начал работу по преобразованию сооружения в русскую церковь. Историческая церковь изначально была построена членами общины, переселившимися из сел Арцаха в Шуши, поэтому ее еще называли церковью Карабах-ЦОЦ. Первоначальное строение представляло собой деревянное здание. Нынешняя церковь и колокольня построены в 1847 году как целостный комплекс. Церковь получила название Канаджам, так как купол сооружения когда-то был зеленого цвета. В 1995 году после освобождения Шуши в ходе ремонтных работ церкви Канаджам были восстановлены купола церкви, притвор, завершено внутреннее убранство. Государственная система Баку подняла очередную истерию в плане расширения военного сотрудничества между Восточной Арменией и Францией. В частности, отмечается, режим Макрона, проводящий политику милитаризации и геополитических интриг в регионе Южного Кавказа, является препятствием для нормализации отношений между Восточной Арменией и Баку, также обеспечения стабильного мира в регионе. Общеармянский союз Гарнат-Щерван-Нахаджеван заявляет, с подобным заявлением выступает государство, которое выделяет огромные средства на закупках вооружений, налаживает двустороннее и многостороннее военное сотрудничество с различными странами и альянсами, подпитывает собственное общество воинственными заявлениями, квалифицируя войну против Восточной Арменией и физическое уничтожение армян как нормальное и даже необходимое явление, обвиняя нас в милитаризации и ревашизме. Союз считает необходимым напомнить, за прошедшие годы, как и сегодня, единственная страна в регионе, которая не выполняла взятые на себя международные обязательства, включая решение международного суда, является именно Баку. Напоминает о блокаде Арцаха в войне с гражданским населением, 150 тысяч насильственно перемещенных армян и этноцидей в армянской культурной среде, насильственном изгнании армян из исторических гардмана Шервана-Нахаджевана, лишение имущества 800 тысяч армян, полное уничтожение армянского историко-культурного следа. Всеармянский союз Гармаширван-Нахаджеван решительно осуждает усилия Баку по предоставлению Восточной Армении в глазах международного сообщества как агрессора и нарушителя порядка. Прежде чем пойти на такой шаг, Баку должен осознать, что справедливая реализация прав армянских беженцев в 1988-1992 годах, 2020-2023 годах как меч висит на шее собственного режима, содеянное высшее проявление расовой дискриминации, сопровождающейся эпизодами геноцида. По случаю Всемирного дня беженцев в международном аэропорту Караско-Монте-Видео открылась фото-выставка «Надежда вдали от очага». В рамках которой также были показаны фотографии семей вынужденных переселенцев из Арцаха. Об этом сообщает посольство Восточной Армении в Уругвайе. Подчеркнув, мы переживаем трудные времена, система убежища находится в опасности. Глава Южноамериканского офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев отметила, в мире насчитывается 120 миллион перемещенных лиц, и с каждой минуты их число увеличивается. Представители Восточной Армении завоевали две золотые, пять серебряных и одну бронзовую медаль на четвертой международной олимпиаде по прикладной биологии. Все восемь студентов, представляющих три образовательных центра, завоевали медали. Золотые медали завоевали ученик 11 класса гимназии Квант Арам Керупян, ученицы 10 класса с школы STEM, ЕГУ, Марям, Галластян. Участники ранее участвовали в онлайн-формате, прошли два предварительных тура, получив возможность принять участие в финальном туре. В финальном туре приняли участие более 100 студентов из Восточной Армении, США, Багладеша, Индонезии, Таиланда, Малайзии, Непала и Филиппин. На 33-х летних Олимпийских играх, которые с 26 июля по 11 августа пройдут в Париже, нашу страну представят 15 представителей. Плавцы Артур Барсиан, Варсиник Манучарян и бегунья Эллисон Халверсон обеспечили свое участие. Спортсмены попробуют свои силы на дистанции 100 метров. Плавец Артур в вольном стиле, Варсиник Баттерфляй, член сборной легкой атлетики Эллисон в спринте. Отметим, после чемпионата Европы по водным видам спорта, прошедшего на днях в Белграде, Артур Барсиан и Варсиник Манучарян набрали самые высокие рейтинговые баллы, что дало право поехать пловцам в Париж. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok